Привокзайная библиотека номер 4 предлагает вашему вниманию видеопрезентацию, посвященную 200-летию со дня рождения Александра Островского в мире Островского. Александр Николаевич Островский – знаменитый русский писатель и драматург, оказавший значительное влияние на развитие национального театра. Он сформировал новую школу реалистичной игры и написал немало замечательных произведений. Островский появился на свет 12 апреля 1823 года в Москве, в районе Малая Ордынка. Его отец Николай Федорович вырос в семье священника, окончил Московскую духовную академию, однако служить в церкви не стал. Он стал судебным работником, занимался коммерческими и судебными делами. Николаю Федоровичу удалось дослужиться до чины титульного советника, а позднее получить дворянство. Мать будущего драматурга, Савина Любовь Ивановна, была дочерью Пономаря. Она скончалась, когда Александру было всего 7 лет. В семье Островских подрастало шестеро ребятишек. Николай Федорович сделал все, чтобы дети росли в достатке и получили достойное образование. С детства драматург знал греческий, французский и немецкий языки. Позднее выучил английский, итальянский и испанский. У отца была очень хорошая библиотека, благодаря которой мальчик рано познакомился с литературой русских писателей и почувствовал склонность к сочинительству. Однако, отец видел в мальчике только юриста, поэтому в 1835 году Александра отдали в Первую Московскую гимназию, после обучения в которой он стал студентом Московского университета. Получить диплом юриста Островскому так и не удалось. Он поссорился с преподавателем и ушел из университета. По совету отца Александр Николаевич пошел на службу судебным писцом и трудился на этой должности несколько лет. Александр Николаевич не оставил попытки провести себя на литературном поприще. В своих первых пьесах он придерживался обличительного нравственного общественного направления. Первые произведения Островского были напечатаны в 1847 году. Это были наброски комедии «Несостоявшийся должник» и очерк «Записки замоскворецкого жителя». Большую популярность творчество Островского получило после публикации в 1850 году комедии «Свои люди. Сочтемся». Это произведение вызвало доброжелательные отзывы в литературных кругах. Гончаров и Гоголь дали пьесе положительную оценку. Ранее творчество Островского не оставалось без внимания. Работы печатались в основном в журнале «Москвитянин». Траматург активно сотрудничал с этим изданием и как критик, и как редактор в 1850-1851 годах. В 1855-60 годах Траматург сближается с революционерами-демократами. Он переходит в журнал «Современник». Главным событием пьес Островского этого периода становится драма простого человека, противостоящего сильным мира всего. 14 января 1853 года в Малом театре состоялась премьера комедии «Ни свои сани, не садись». Это первая пьеса Островского, поставленная в театре. На второе представление приехал император Николай I, который остался весьма доволен спектаклем, и по окончании заявил «Очень мало пьес, которые бы мне доставили такое удовольствие, как эта. Это не пьеса, а нравственный урок». Год спустя на московской сцене появилась «Бедность не порог». Она окончательно крепила за Островским славу первого современного драматурга. Пьеса не сходила со сцены в течение всего зимнего сезона. Вершиной достижения этого периода его литературной деятельности стала социально-психологическая драма «Гроза». В этой пьесе Островский нарисовал унылую атмосферу провинциального города с ее ханженством, грубостью, непререкаемым авторитетом старших и богатых. В противопоставлении несовершенному миру Александр Николаевич изображает захватывающие картины паволжской природы. «Гроза» символизирует душевное смятение главной героини и в то же время олицетворяет бремя страха, под которым постоянно живут простые люди. Благодаря этой пьесе взлетела на недосягаемую высоту творчество Островского. В 1860-х годах он написал множество бытовых драм и пьес. Среди них «Тяжелые дни», «Пучи», «Нашутники». Эти произведения закрепляли уже найденные писатели мотивы. Островского назначают заведующим репертуарной частью в московских театрах и начальником театрального училища. Драматург старается сформировать в стране новую школу реалистичной игры, выдвигая на первый план самых талантливых актеров. В 1856 году по указанию князя Константина Николаевича лучших российских писателей отправляют в командировку по стране с заданием описать промышленное производство и быт различных образцей России. Островский едет на пароходе по Верховьев, Волке, до Нижнего Новгорода и делает множество записей. Они становятся настоящими энциклопедическими заметками по культуре и экономике края. Личная жизнь Островского была не менее интересной, чем его литературное творчество. На протяжении 20 лет драматург жил с Агафьей Ивановной, которая была простой и малообразованной девушкой. Несмотря на это, она с полуслова понимала Островского и была надежной опорой в его жизни. Друзья Островского характеризуют Агафью Ивановну как человека от природы очень умного и сердечного. Она замечательно знала нравы и обычаи кубической жизни и оказала безусловное влияние на творчество Островского. Александр Николаевич часто советовался с ней по поводу создания своих произведений. Кроме того, Агафья Ивановна была замечательной и гостеприимной хозяйкой. Островский любил бывать в усадьбе Щелокова. Главное здание усадьбы – старинный барский дом. Дом очаровал его с первого же взгляда. 2 мая 1848 года он пишет в своем дневнике, что дом удивительно хорош как снаружи оригинальностью архитектуры, так и внутри удобством помещения. В доме некрашенные полы, чисто вымыты, создают аромат свежего дерева на полу дорожки крестьянского тканья. В передней управой стены удобный сундук, служивший одновременной лавкой, печь с медными дверками. На темном фоне бархатных аквамариновых обоев с черными цветами эффектно выделяются белые печи. Между ними на стене старинное зеркало в тяжелой резной раме, мягкая мебель, кресло Марии Васильевны, ее корзина для рукоделия, фортепиано, овальный стол, на стенах семейные портреты и картины в золоченых рамах. У стены ломберный стол. В ненастную погоду там играли в карты, а кроме того, сам Александр Николаевич любил раскладывать пасьянцы. Одним из видов отдыха Островского являлась также работа в столярной мастерской. Делал он небольшие вещички и для себя, и в подарок братьям, друзьям, рамки, полочки, шкатулки. Но какими бы делами не занимался драматург на отдыхе, главным его занятием оставался литературный труд. Кабинет Островского занимает уговую комнату. Обстановка здесь стояла простая. Письменный стол, сделанный самим драматургом. На стенах фотографии жены, сестры, любимых актеров, выпиленный ими из дерев в рамках. В 1885 году Островский руководил репертуарной частью в московских театрах, а также возглавлял театральные училища. При этом стоит заметить один интересный факт из биографии Островского. Несмотря на то, что он имел большую известность и находился на высоких должностях, он все время сталкивался с материальными трудностями. Во многом это объяснялось тем, что драматург много денег вкладывал в творческие проекты, поскольку был полностью поглощен литературным и театральным искусством. Он днями и ночами работал без отдыха, что впоследствии негативно сказалось на его здоровье. Александр Николаевич умер 2 июня 1886 года в возрасте 63 лет в усадьбе Щелокова. На сегодняшний день это имение представляет собой музей Островского. По произведениям Островского до сих пор снимаются фильмы и телеспектакли. В советское время Эльдаром Рязановым была снята великолепная картина «Жестокий романс» по мотивам пьесы «Беспреданец». В общей сложности после смерти Островского было экранизировано более 40 его произведений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok